Теория эволюции по Дарвину 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 И часто с ним происходят вот такие вещи. Не так давно там тоже горели вот эти поля, с опилками жители Браска просто там задыхались от этого всего. Поэтому первая проблема, которую решаем мы своим проектом, это глубокая переработка древесины. Если, например, в обычных древесных плитах содержится всего 10% опилок, у нас их содержится 90%. Вторая идея, которая мне пришла в голову совсем недавно, которую мы начали развивать, Кто-то знает, что вот это такое? Спирогира, да. И это летом она выглядит так прикольно и красиво. Но потом становится вот такой. Потом она чернеет и начинает очень вкусно пахнуть. И эта проблема очень остро стоит в Северобайкальске. С недавней чистки пляжей вывезли около 1000 тонн спирогиры. Представляете, 1000 тонн. Огромнейшая масса. Так вот, я думаю, что вы первые в России, кто начал заниматься проблемой переработки спирогиры во что-то полезное. В частности, мы ее добавили как раз в субстрат для роста гриба. В своей лаборатории мы смешиваем опилки и мицелий. Причем опилки мы специально разбавляем водой. Где-то 60-70% влажности получается сырье для того, чтобы гриб начинал активно расти. Плюс добавляем его, помещаем в благоприятную среду. Это плюс 28 градусов. Я думаю, я бы тоже активно рос в такой среде плюс 28. Так вот, проходит некоторое время, получается вот такая штука. Гриб поедает целлюлозу, находящуюся в субстрате. И появляется большое количество свободных химических группировок, которые пока между собой никак не взаимодействуют. Но выглядит это вот так. То есть это совсем недавняя фотография. Буквально вчера я был в лаборатории. А вот этот субстрат со спирогирой, это субстрат просто с опилками. Спирогирик, сама оболочка водорослей содержит целлюлозу. Гриб ее очень активно стал кушать. Вот беленькое, все, что вы видите, это все мицелий. То есть он обращивается в сырье. Но в опилках чуть похуже растет. То есть здесь скорость роста гораздо выше. Что означает, что мы на правильном пути. После того, как мы высушиваем это сырье, получается такой вот брикетик. Ну, он связанный, то есть он такой рыхленький. Особо с ним ничего не сделаешь. Но, если мы используем солому вместо опилок и положим ее, например, в какую-то форму, 4-5 дней она там прорастет, потом мы это вытащим и положим в духовку, у нас получится аналог пенопласта. Вот такая речь, которая полностью биоразлагаемая, которая по своей структуре очень близка ему к пенопласту. Эта тема не новая для мира, тема новая для России. Вот в мире уже компания Dell начинает паковать мониторы, используя такой экологичный пенопласт. Но нам нужно дальше пойти, нам нужно плиту получить. Так вот, чтобы получить плиту, нам нужен горячий пресс. Ну, многие сразу подумали, что это за горячий пресс. О чем думаю я? То есть это такое технологичное оборудование с площадкой для нагрева. При температуре от 180 до 220 градусов происходит прессование. И вот все те связи, которые формировались, помните картинку с мицеллием, да? Она пронизывала такая. А все эти связи, они, ну, можно сказать, оплавляются, да? Связывая все это субстрат воедино. И получается такой биокомпозитный материал. Такая метафора к прочным связям. Примерно так это выглядит. Ну, и, собственно, получается наша древесная плита. Я даже сегодня принес. Можете посмотреть. А я дам в аудиторию. Вот. Это второй образец. Здесь мы объединились с другим проектом. Ребята придумали первыми в России технологию тиснения бересты с очень тонкими элементами. То есть, причем, сам слой очень тонкий и тиснение очень тонкое. Вот мы соединили эти две вещи в одну. Получилась такая декоративная плиточка, на которую оказался очень высокий спрос в Китае. Китай сейчас просто жаждет, когда мы ему же дадим ответ по поводу того, сможем ли мы продать технологию, или мы там завод новый построим, или так далее. Ну, немножко об успехах, да. Впервые проект был представлен в 2015 году на форуме «Байкал». Там я с этим проектом получил грант в размере 300 тысяч рублей. Далее мы приняли участие в фондовой поддержке фонда «Бортника», так называемого. Мы получили 1 миллион рублей на развитие. Сейчас как раз год отчетный идет. В феврале этого года проект занял первое место в российском стартоватуре, который проводил фонд «Скокова» в номинации биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. В апреле я представил президенту Татарстана данный проект на слете молодых инноваторов-рационализаторов России. То есть я единственный человек, который представлял Иркутскую область со своим проектом на этом слете. Ну, собственно, помните, мы с вами говорили про волшебство, да, что вроде как никто не может превратить вино в воду, но на самом деле у нас есть другая волшебная способность. Так вот, я предлагаю вам всем не сидеть на месте, развиваться, получать знания в смежных каких-то областях, ну, в общем, быть проактивными волшебниками. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Да. Насколько это менее выгодно, по сравнению с обычными водочными продуктами, аналогичными? Не понял формулировку. Насколько больше вы затрачиваете для получения того же количества продукта, только экологически чистого? Я бы переформулировал, насколько меньше. Например, тонна пенопласта стоит 79 тысяч рублей, тонна пенопласта экологического стоит 5 тысяч рублей. Вау. Если мы говорим про ДСП, основные затраты идут, это связанные со светом. То есть это то, обработка сырья, пропаривание его и так далее. Экономия получается порядка 40-60%. То есть 1 кубометр ДСП получается в районе 4 тысяч рублей, когда себестоимость обычного ДСП 6,5 тысяч рублей. Соответственно, мы понимаем, что на рынке этот продукт может стоить гораздо больше за счет добавленной стоимости, потому что это продукт новый, это продукт экологический, его можно использовать совсем по другие цели. Ну, в частности, вот мы получили предложение от китайской фирмы, которая производит зонтики. Казалось бы, где тут связь? Она производит зонтики с ручкой из березы. И у нее остается очень большое количество отходов деревообработки, которые они хотели бы использовать. Ну, собственно, наша технология как раз им позволила бы использовать свои отходы деревообработки для получения каких-то новых продуктов. То есть каких-то новых композитных материалов. Сейчас, я думаю, если мы откроем новые свойства как раз материалов с использованием спирогиры, возможно, тоже мы будем делать упаковочные материалы какие-то, то я думаю, что это тоже прям взорвет рынок. С спирогиры это пакет много? Да, думаю, что будет. Но сейчас у нас есть ноу-хаус, зарегистрированный при госуниверситете на выделение как раз формы мицеллярной из любого гриба. То есть мы пробовали делать мицелий из шитаки, например, из вешенки. Ну вот, кстати, по поводу вешенки. Тоже интересное развитие получил проект. А вторая тема это... Следующее. То есть мы садим вешенку на субстрат. Знаете, да, что такое вешенка? Грибник, съедобный. Вот. Снимаем первую волну съедобных грибов, а субстрат прессуем в плиты. То есть до этого его просто выбрасывали, сейчас его можно прессовать. Вот одна из дощечек, по-моему, сделана как раз с субстратной вешенки. Каким образом собираетесь использовать свои технологии дальше? Развивать ее? То есть вы видите ее актуальность в более широком смысле этого слова? После упаковочного материала и того, что... Вот за рубежом эта тема развивается с 2007 года. Интересно, что наше развитие и их развитие шло параллельно. То есть до определенного момента авторы технологий... Я не автор, я лишь руководитель проекта. Они не знали о существовании параллельной технологии. То есть у нас идут записи научных трудов с 99-го года. И вот сейчас нашлись люди, нашлись руки, что называется, сделать это дело. Так вот, за рубежом уже делают гибкие материалы на основе мицелия. Я думаю, что мы этим не ограничимся, то есть у нас тоже планка такая же теперь. То есть делать гибкие материалы, сделать... За рубежом они уже делают, например, панели для автомобилей. И с использованием мицелия. То есть там прям интересные такие вещи. Вообще, как бы сам мицелий сам по себе интересен. Потому что из него можно выделить очень много ферментов и развить проект вообще в разных направлениях. То есть, например, актуальная тема – это сельское хозяйство. Сейчас и выделенные из мицелия ферменты можно использовать для обогащения кормов в сельском хозяйстве. Из мицелия делают БАДы, связанные с меланином. Например, это уже действующее производство, это иркутское. Вот, у них есть несколько патентов на это дело. Вот такие истории. В общем, грибы такая интересная тема, да. Прочность. Такая же как бы твоя история? Да, практически такая же уже. То есть, мы стремимся к этому. Естественно, нужно еще много-много процессов, экспериментов, опытов. Потому что, например, мы сырье растим неделю, да, или сырье растим три дня. Потом прессуем пять минут, прессуем десять минут. То есть, вот, из разных физических воздействий у нас появляются разные по качеству материалы. Да. А вот если применять это строительство, теплоизоляционные свойства, и шумоизоляционные свойства, они на другом же уровне находятся? Да, я скажу, что за рубежом уже по этой технологии построили первый дом, где вы в качестве наполнителя использовали как раз вот этот эко-пенопласт. И он показал прямо вообще как бы шикарнейшие результаты в плане шумоподавлений, в плане удержания тепла. Я думаю, что вот тему Эко-ДСП сейчас у нас отойдет все-таки на второй план, первый план выйдет упаковка и утеплитель. Потому что, ну, их проще сделать, нежели. Как оказалось, у нас, например, очень сложно найти горячий пресс вообще. Нам пришлось модифицировать обычный пресс, дать задание инженерам, они разработали нам греющую пресс-форму специальную, и вот на ней мы сейчас проводим эксперимент. Я бы хотел ваш замечательный призыв постигать многое, я бы хотел канализировать в духе моего выступления, что, видимо, особое значение здесь имеет как раз обретение знания обобщенного. Когда-то Декарс, знаменитый известный ученый, французский и философ, он говорит, что знание некоторых принципов заменяет незнание многих фактов. Спасибо. Наполнение очень ценно. На самом деле, вот реально, купите знания в смежных областях, тогда вы можете применять очень много в своей практической деятельности. Как вот этот миоцелий, я сразу подумал, что он по температуре должен сгореть, либо разрушиться. Как получается, что он остается следующим, наверное, во что он превращается? Да вот он вступает в реакцию с теми веществами, которые остались после его жизнедеятельности и, соответственно, то есть он, как я сказал, типа как оплавляется. Структура, то есть разрушается, как клей? Да, структура разрушается, он появляется, получается, как клей такой. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.